Субтитры создавал DimaTorzok 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 до повстания, в почетковом окресе был очень негативный. 28 грудня Корфанти организовывал даже конференцию в Базаре, до которой запросил этих всех приводцев разных, autonomичных организаций конспирательных, списковых, militарных, которые брали участие в walkах о миасто. Целем этого встречи было выгасение повстания. Первая вещь, которую провел Корфанти, было поведение Берлина, что все это под контролем, что был это случай. Праза познания 28 грудня описывала, как это написали, «по жаурования годны выпадки». Не было информации о выбуху повстания. Никто этого не огласил. Ситуация вымыкала спод контролем, но Национальная Рада Родова проводила свою собственную политику в отношении Немцов, улагодения Берлина и одновременно Национальная Рада пробовала положить руки на этих działаниях збројных. На этом споткании, о котором Państwu вспомнила, досшло до инциденту, когда те жадания Корфантего взглядом списковцев пошли за далеко. Один из них, Роман Вилканович, вытянул реворвел и загрозил Корфантему, что его застрели, если будет пробовать выгасить повстание. В связи с тем Национальная Рада Родова изменила постепование. Ходило сейчас о всказание вода, приводца восткового, который огарни эти группы, который сканализирует те незгранные за собом, нескоорднованные действия. В этом часе в Познании находился капитан Станислав Тачак за штабу генерального ВПП в Варшаве. Родовитый Велкополанин. Блескавично именованный майором стал тем, за згодом Пиусутского, доводцем тимчасовым повстания Велкополского и именно на его баке спадла эта kwestия, чтобы запановать над тем рухом, на который никто не мог запановать. Не было это латве, потому что, как видно, повстание Велкополское в этом окресе это шерег поединенных формаций на территории всей Велкополской, делающих в способе очень autonomичный и менее или более узнающих Национную Раду Людовую. Так ведь 30 грудня досшло до следующего важного выражения с точки зрения Национальной Рады Людовой и ее działалности, а мановище до Познания приехала delegация рząду прусского, которая miaла зазнайомить się с ситуацией в Познании и в Велкополске. То есть, с одной стороны, повстёпы повстания в Велкополске с другой стороны, Национальная Рада Людовая удавала перед Берлином, что все контролирует и сгодно с тем, что было сказано на Сейме Дельницовом, полцы в Велкополске в Велкополске на расширение конгресу покойного. И также Захуд не был заинтересованы выбухом повстания Велкополске, потому что в Велкополске дали до того, чтобы Полцы узнали, что они, Захуд будут узнавать и вытычать границы Познания Познания в Велкополске, поэтому Национальная Рада Рада Людовая с одной стороны пробовала океузнать это повстание, а с другой стороны целый час не было мовы о выбуху повстания. Например, майор Тачак, который был tym начальным водцем, по улицам Познания ходил в убранном убранном. В Велкополске в Велкополске, в котором угрозил штаб, пробовал себя в мундур. Такое это было повстание и такое оно мяло характер. Так, по приезди 30 грудня немецкой delegации установлено только протокол розбежности, который полагал на том, что полцы утвердили, что ничего такого не стало. И resпектуем факт, что пока что находимся в границах немецкого. Но эта спрета могла принять другой обороты. 3 ст. во-всхе, что повстание велополске разлелло на большую часть территории Познания. подготовку 钱 правительной уникальной премией произвели внутренней комедистов Oregon войны。 Вукове в повстания Велополске уехать прино Babе повстания Великопольского, будет генерал Józef Добор-Мусьнicki, генерал армии царской, полак, который вместе со своими товарищами z I Korpusu Polskiego, przede wszystkim с ними, прибыли в Великополске творить войска в Великополске, формации регулярной армии, которые могли участвовать в повстании Великополске, а потом творить заложек отделов ВП. В этот способ доходило до ситуации, в которой повстало quasi-państво Великополске. То значит, было оно zarówno незалежно от Берлина, ale również było в значительном стопени незалежно от Варшавы. И в этот способ Накцелная Рада Людова прожила ответственность, zarówno администрacyjную, как и милитарную над działаниями повстаничными. Допроводило это до ситуации, в которой по закончению повстания Великополске, были в Великополске ситуации, когда администрация функционала, институты господарные функционировали, были выдаваны дзенники урендовые, а одновременно, что было бы самое важное, в процессе функционирования этого quasi-państва Великополске, утворено 100 000 армию Великополску, досконально выпосаженную, которая отыграет очень важную роль не только в walkах с Немцами, но и прежде всего в walkах о удержании границы Республики и в walkах о удержании неоподлеглости państwa polskiego. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова